Субтитры создавал DimaTorzok Мы создали новейший корпус номер два, то есть апартаменты двухкомнатные с отдельным входом, потому что, как практика показала, иногда приезжают большие семьи, допустим, большая семья многодетная, и еще берут с собой родители. Господь же сказал, почитай отца своему и мать свою, и многие люди, исполняя эту заповедь, проявляя любовь к ближнему, приезжают не только сами, но берут и бабушку с дедушкой, допустим, иногда более старших, и, соответственно, они приезжают на двух машинах иногда, иногда просто большой семьей, и, соответственно, очень хотели бы жить действительно как-то уединенно, более уединенно. И для этих семей мы создали такие апартаменты двухкомнатные, роскошные, или, можно сказать, бунгало, поднятые в небо, можно сказать так. То есть отдельные двухкомнатные апартаменты, но мы их специально не оставили на земле, а подняли на второй этаж, для того, чтобы усилить вот эту красоту и панораму, которая открывается на роскошный Кавказский хребет, на всю гостиницу Святой Абхазии Корпус-1, на всю парковую зону, она как на ладошке все открывается, на всю парковку, которая в цветах, в каннах как бы утопает, да? Вот. И самое главное, сделали это с отдельным входом. Вот предлагаю вам такое видео-экскурс, да? Они совершенно новые, то есть вы поднимаетесь, это двое апартаментов по правую сторону здания и по левую сторону здания, на той же территории Святой Абхазии, просто Корпус-2, назовем его так, да? То есть, если вы берете эти апартаменты, у вас отдельный вход, никто не ходит больше по этой лестнице, кроме вашей семьи, соответственно, вы зашли и попали в большую комнату с большими панорамными окнами, да? И где все сделано по принципу лего, да? То есть, любая кровать, она разбирается, любое кресло, она превращается в кровать полноценную, да? И рассматривается несколько стратегий. Предположим, вы приехали, допустим, и взяли бабушку и дедушку, предположим, да? И они захотели помочь вам с внуками, допустим, да? Тогда, соответственно, значит, у каждого у них уже своя кровать, допустим, да? И внукам кресло превращается, по одному взгляду, в роскошные кровати, полноценные, да? А вы проходите дальше и попадаете в большую тоже комнату с коридором, с туалетом, с балконом, да? И, соответственно, у вас такой получается родительский отдых, то есть, деточки у вас с бабушкой, с дедушкой, допустим, да? Вот, а вы, соответственно, уже получаете более такое интимное пространство, да? С роскошным видом на всю паркетку. Второй вариант, допустим, да? Предположим, бабушка с дедушкой уже немощные, может быть, да? И не могут уже вам, допустим, помочь с деточками. Тогда, соответственно, они занимают первую комнату, а в этой комнате родительская, там как раз есть двухъярусная кроваточка, которая, соответственно, и служит для ваших деточек. То есть, вы располагаетесь на огромной, роскошной двухспальной кровати, а деточки как раз перед вашим взором на двухъярусной кровати. Деточки обожают именно двухъярусную кровать, потому что, как в поезде, постоянно есть вопрос, а кто будет спать на верхней комнате, на верхней этой ложе, как бы, да? Вот, опять же, они тоже трансформер. Они разбираются, и, соответственно, двухъярусная кровать превращается в две одноъярусные кровати, что очень и очень удобно на все случаи жизни. Очень хороший коридор просторный, шикарный, просто шикарный пол, как ковер из такого в виде мрамора, очень красивый. Я просто влюбился сам в этот пол. Просто иногда ради этого пола хочется находиться в этом, как называется, в этом бунгало. Вот, и открывается роскошный вид, именно роскошнейший вид на именно вот Кавказский хребет. Зачастую он бывает еще заснеженный, и вы встаете, как раз эта восходная часть, и солнышко наполняет этот весь, все эти портаменты нежными лучами солнца, и вы полностью изолированы, и видите всю жизнь Святой Абхазии, как на ладони. Вот, также есть отдельный у родителей туалет, душ, большой бойлер, не на 50 литров, допустим, а на 100 литров, потому что вот моя доченька, допустим, она часто любит, у нее коса длинная, и она, соответственно, может долго стоять в душе и может слить всю воду, допустим, да. Поэтому мы предусмотрели там большие баки на не 50 литров, как во многих гостиниц, а 100 литров, 100 литровый бак, так что на всю семью вам горячая вода днем и ночью всегда хватит, потому что у нас там своя скважина, то есть мы не зависим в Святой Абхазии от городской поступления воды, то есть у нас своя скважина, поэтому она всегда, всегда есть в наличии. Поэтому посмотрите внимательно вот эти апартаменты или бунгало в воздухе, как иногда называют, да, вот, поэтому там еще будет находиться холодильник отдельный. Все кондиционеры поставлены очень грамотно, то есть они, так как помещения объемные, то есть мы их поставили над входами, чтобы они не дули ни в коем случае в спину, потому что когда помещения маленькие, то и кондиционер некуда вешать, да, то, соответственно, вешать практически над кроватью и, соответственно, это часто приводит к заболеваниям. А мы же хотим, чтобы вы приехали и не болели, а наоборот, чтобы набрали сил, благодати и с Божьей помощью прожили следующий благоговейный год, который Господь даст нам. Так что смотрите внимательно, бронируйте заранее апартаменты, и Святую Абхазию, как правило, бронируют за год, еще летом, поэтому стремитесь забронировать как можно больше раньше и, соответственно, спокойно уже дожидаться своего отдыха. А после этого, после брони, я вам пришлю подтверждение брони и всю информацию по всем видам трансферов и всю информацию по тем видам отдыха, которые могут вам сопутствовать для того, чтобы отдых ваш был не на 5, а на 5+. Мира вам, Божьей благодати, храни вас Господь. Аминь, аминь, аминь. Низкий вам поклон. Доброе и светлое утро. Вы проснулись, вышли на балкон. Сейчас снимаю с балкона апартаменты. Солнышко заливает весь балкон, всю территорию. Сели на балкончик. Смотрите, ласковое солнышко полностью покрывает весь балкон. Взяли Евангелие, почитали, помолились, прославили Господа. Послушали, как молятся птички, как они поют и заливаются. Слышите? Полная территория наполняется пением птиц. Они славят Господа. Как же хорошо, что ты сегодня дал нам день на покаяние. Дал такую красоту. Можно потом спуститься, походить босиком по травке, покататься в гамачках с малышами и прославить Господа, который дал нам такую красоту. Доброе, светлое утро. Вы проснулись, вышли на балкон апартаментов и посмотрите, какая красота открывается вам. Солнце восходит из-за гор. Вот оно, солнышко. Доброе тебе утро. Оно все наполняет, все радуется. Птички поют и молятся. И спешу вам показать, как благоухают те канны, о которых я говорил. Вот они, все начали цвести, королевские канны. И вся территория по периметру, она просто благоухает вот в этих королевских каннах, на которые вы смотрите, и невозможно этому не радоваться. Вот такие олеандры наполняют всю территорию практически своим удивительным цветом. И вот она, вся территория Святой Абхазии купается в нежных солнечных лучах. И вот эти королевские канны, они просто искрятся, искрятся и радуются от нежного, ласкового солнышка. И каждый, кто просыпается, смотрит на эту удивительную красоту, на эти елочки, на эти цветочки, на этих птичек, на эти горы, на эту всю красоту. И славит Господа, благодаря за все, за каждое дыхание, за каждую секунду, приезжайте в гостиницу Святой Абхазии и наслаждайтесь этой райской удивительной красотой и славе Господа, нашего любимого, Матери Божией и всех святых. Субтитры создавал DimaTorzok